О тяжелейшем положении гражданского населения Дебальцево сердце кровью обливается, когда думаешь о том, в каком положении оказались те гражданские люди в Дебальцево, которые не смогли покинуть этот город. А что вы думаете, намного лучше положение жителей Донецка гражданских? Почему вы ничего не сказали? Месяцами украинские силовики вели обстрел Донецка, никто что-то не сокрушался по этому поводу. Там же много городов и поселков просто сравнено с землей в результате действий украинских силовиков. Почему никто об этом-то ничего не говорил на Западе? Мы привлекали к этому внимание, однако какой-то реакции от наших западных коллег не последовало. Именно потому, что продолжались обстрелы городов и не удержались минские соглашения сентябрьские, не смогли быть реализованы так, как это первоначально замышлялось. Действительно, наблюдатели ОБСЕ должны работать, в том числе и в районе Дебальцев, но для этого должны быть созданы условия безопасности. Мы все должны помнить, что это безоружные люди, хотя и в бронированных автомобилях, но все же без определенных условий безопасности. Ожидать, что они смогут там эффективно что-то контролировать, сложно. Ну и я, честно говоря, даже удивлен, что сегодня украинский коллега вновь вернулся к теме гуманитарных конвоев в 2014-е. Эти гуманитарные конвои спасли жизнь тысячам гражданских лиц в Донбассе и Луганске в условиях обстрелов окружения и фактической блокады, которую устроили жителям Донецка и Луганска киевские власти. И мы все время призывали вас сотрудничать с нами в организации этих конвоев, вы все время отказывались. Один раз, по-моему, почему-то вдруг досмотрели, соизволили украинские таможенники досмотреть конвой, все остальное время отказывались. Мы кокетничать по таким вопросам никому не позволим. Раз надо помогать людям, спасать им жизни, помогать пережить зиму, мы этим занимались и очень удовлетворены той помощью, которую удалось оказать. Теперь некоторые коллеги упомянули, двое, по-моему, упомянули о Крыме. Мы можем вообще отвечать даже не одним словом на все эти заявления, а одной цифрой сейчас, одной цифрой. Это цифра 93. Недавно немецкое агентство, которое занимается изучением общественного мнения, провело опрос жителей Крыма и пришло к выводу, что 93% жителей Крыма поддерживают воссоединение с Россией. Если быть точным, 82% сказали безоговорочно, 11% сказали скорее поддерживают, 4% было против. Это немного даже больше, чем та цифра, которую мы имели на референдуме в пользу воссоединения с Россией. Теперь территориальная целостность, действительно, территориальная целостность сегодняшней резолюции. Совет безопасности принял резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Украины, и сделал это в феврале 2015 года. Я благодарю вас, господин председатель. Я буду предельно краткий, господин председатель. Я просто хотел бы пояснить, в ответ на выступление моего российского коллегия, Соединенные Штаты очень рады приветствовать соглашение. Мы сделаем все одно, чтобы ее поддержать. Но если Россия стремится к миру, то ей не нужна резолюция СБО. Для того, чтобы доказать это, это можно сделать проще. Прекратить выражение протестов, прекратить посылать сотни тяжелой техники, помимо ваших войск, Украину. Прекратить притворяться, делать то, что вы не делаете, того, что вы делаете. И призвать сепаратистов соблюдать прекращение огня в дебатсово. Важны не резолюции, важно выполнять обязательства, которые были взяты на себя неоднократно. Хочу заверить вас в том, что мы первыми заметим это. И я думаю, что это очень легко будет узнать, выполняются ли не выполняются эти обязательства. Благодарю его представительству США за сделанные заявления. Представитель Российской Федерации снова попросил слово, пожалуйста. Препятствовать реализации минских договоренностей. Что касается слов по поводу России, повторяющих некоторые предыдущие тезисы. А мы ничего не притворяемся. Мы не притворяемся. Мы предлагали определенный курс действий, нас не послушали. Мы предупреждали о последствиях. К сожалению, эти последствия вот таковы. Но для нас это все находится на наших границах. Мы сделали свой выбор, который зафиксирован в минских договоренностях. И хочется надеяться, что эти договоренности будут соответствующим образом реализованы. И тогда на Украине восстановится мир. И то общественное согласие, которое в этой стране уже давно не было. Давно не было. Не с началом даже предыдущего года, когда свергли президента. А не было много лет этого общественного согласия. Именно над этим надо работать. Чего киевские власти так почему-то и не стали делать. Вот понимаете, вот вызывающий отвращение у жителей Востока. Национальный праздник новый они провозгласили. Дату создания украинской повстанческой армии коллаборационистов. Это они успели сделать. А сказать по конституции, какой у них замысел, они так и не сказали. Вот это вот беда. Вот это беда. Это то, против чего всегда предупреждала Россия. Так что давайте все честно и объективно смотреть на ситуацию. Благодарю вас. Благодарю представителя Российской Федерации за его заявление. Представитель Украины, снова попросу слово, пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Господин председатель, я, с вашего позволения, хотел бы остановиться на некоторых вопросах. И я буду выступать по-русски. То, что сегодня было названо воссоединением Крыма, международное право называется оккупация, аннексия в результате агрессии. Точка. То, что было сказано о гуманитарных конвоях, это и есть вызов международному праву, который определяет порядок поставок гуманитарной помощи в другую страну. Сегодняшним заявлением еще раз было по российской стороной размазано, растоптано международное право. У них есть свое право, и они видят, как им пользоваться. Что касается Конституции, вот то, что мы отвергаем, и во что Россия пытается постоянно вмешаться, это указывает нам, как мы должны развиваться, какой конституционный строй наш должен быть, какой должна быть следующая Конституция. Обо всем этом было четко и сказано всему нашему народу. В отношении восточных регионов, да и не только, было сказано и идет работа о том, что будет децентрализация с увеличением полномочий органов власти. Поэтому еще раз прошу, по крайней мере, в этом зале, не вмешивайтесь в наши дела. Мы сами решим, как жить, что строить, и как найти диалог со своими собственными людьми. Спасибо, господин председатель. Благодарю, представитель Украины. Российская Федерация еще раз попросила слово. Вы диалог-то в конце концов. Найдите диалог. Вы никак не можете установить этот диалог. Поэтому мы вам и говорим, давайте диалог-то установите с жителями Востока. А вы говорите, что мы вмешиваемся. А нас спрашивают тогда, что же они хотят, жители Востока. Мы говорим, они хотят федерализацию жителей Востока. Найдите диалог. Благодарю вас. Благодарю, представитель Российской Федерации. Представитель Литвы попросил слово. Пожалуйста. Без микрофона. Без микрофона. Дело в том, что сложилась целая система, когда люди берут слово, берут слово неоднократно, одна делегация берет слово три или четыре раза. Да, мы действительно этим занимаемся. Два замечания. Не так легко работать над Конституцией для любой страны. И где-то речь об Украине или какой-то другой стране, когда он находится под дулом пистолета. И договариваться с теми боевиками, незаконными вооруженными боевиками, на которых славится Россия. У Литвы нет танков. У Эстонии, у Латвии нет ни одного танка. Как получилось так, что сотни танков? Сотни танков у боевиков имеются. Сотни торнадо, гаубиц. Это вообще непонятно. Дело в том, что эти вещи нельзя просто получить ниоткуда. Понятно, что они поступают только лишь из одного места, там, где границы фактически открыты. И по этой причине мы считаем, что мы в нашем национальном качестве будем говорить украинцам о том, что им нужно продолжать реформы, нужно бороться с коррупцией, нужно делать еще очень многое для того, чтобы восстановить то доверие, которое в течение десятилетия было потеряно, потеряно до прихода власти этого правительства. Но очень трудно заниматься Конституцией, когда на тебе нацелены пушки. И еще одна фраза, которая меня поразила, что Киев мог бы благородно вывести свои войска и сложить оружие, капитулировать. Я не знаю, сколько стран, сидящих в этом зале, готовы были бы отказаться, сдать город перед наступлением вооруженных бандитов. Просто отказаться от своей территории и благородно отойти. Я думаю, что очень цинично говорить о благородном шаге, который не сделали киевские власти, что Киев упустил эту возможность. Это территория Украины, и украинцы ее защищают. И эта территория находится далеко от Минска. И я думаю, что любая страна, которая заседает в этом зале, будет защищать свою территорию до последней капли крови. И Киев не исключение. Я благодарю представителей Литвы за делное заявление. Представитель Российской Федерации снова про это слово. Очень хотелось последнее слово оставить литовской коллеге. Очень хотелось. Я действительно злоупотребляю своими выступлениями, наверное. Но после того, что она сказала, не могу не сказать еще два слова. Капитуляция, своя территория. Да вы вчитаетесь весь смысл минских договоренностей, всего того, что мы говорим. Речь идет о реантеграции Украины. Реантеграции. Ну, насколько большое значение имеет, где пройдет эта линия в этих условиях. Последние месяцы проблема была в том, что украинские силовики обстреливали города. Поэтому их оттолкнули от Донецка, чтобы они не могли обстреливать города. Ну, что устраивать вот эту бойню в этом городке, если все равно речь идет о реантеграции украинской территории? Вы что, собираетесь там государственную границу провести? Ну, тогда давайте проведем государственную границу, и тогда по-другому будем смотреть на этот вопрос. Теперь насчет оружия и так далее. Литва, по-моему, единственное государство, которое честно, откровенно и официально сказало, что оно поставляет оружие Киеву. Так что, может быть, что-то из литовского оружия ополченцам перепадает тоже. Благодарю вас. Благодарю Российской Федерации за ее заявление. У нас сегодня не открытая дискуссия, и я предоставляю слово на этом представителю Литвы. Вы знаете, у нас крошечная армия и очень небольшие запасы оружия, и не совсем правильно утверждать, что Литва предоставляет вооружение в украинской армии. И даже если бы мы предоставляли что-то, скажем, по медицинской оборудованию, мы, наверное, да, мы раненых украинских привозили в наши госпитали, лечили их, но это не имеет ничего общего с тяжелым вооружением, которое было предоставлено, вы знаете, с чьей страны. Давайте не будем сравнивать наши силы. Литовские вооруженные силы, мы в следующий раз к этому вернемся, ничего, никакого отношения не имеют. Даже если мы поставили какое-то оружие, но это капли в море, и, в общем, никакой разницы это не имеет. Спасибо. Я вам благодарю представительность Литвы за сделанные заявления, говорит председатель. Представитель Украины снова попросил слово. Пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Извините за то, что я еще раз попросил слово. Вот то, что вы говорили другие коллеги, совершенно неприемлемо. Наши руководители встречались в Минске, они сделали очень четкие заявления, они четко поддержали конкретные положения. Мы не можем согласиться с такой интерпретацией Минских соглашений, которые дает российская сторона. Я прошу меня извинить, но мы здесь собрались не для того, чтобы проводить переговоры Минск-3 или давать какие-то иные толкования по отношению к тем положениям, которые бы согласовывали нашим руководством. Спасибо, Российской Федерации. Они продолжают меня провоцировать. Мы ничего не интерпретируем. Мы берем Минские соглашения, читаем буквы за буквой и считаем, что все должны, читая буквы за буквой, эти соглашения выполнять. Благодарю вас. Я благодарю представителю Российской Федерации за его заявление. Больше желающих в моем списке ораторов в 105 дней. Советопастую, такому же не завершил рассмотрение данного пункта боевских дня на нынешнем этапе работы с данным введением закрытым. Продолжение следует...